Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здраво, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу сегодня мы с тобой собрались, о чем будем рассуждать? Давай вот о чем порассуждаем. Тут как-то я попал на интересную беседу, где один человек, похожий на тебя, рассказывал, как же все-таки отличить перед тобой взрослый мужчина или взрослая женщина, или же хоть человек вроде бы по паспорту и уже довольно-таки многих лет, а по поведению он может быть совсем не так. То есть передачу можно обозначить попроще так. Так, взрослые дети. То есть вот как все-таки понять при общении с человеком, а самое главное посмотреть на себя, как ты, ты все-таки уже взрослый или еще ребенок. И вот хотелось бы услышать от тебя рекомендации по этому поводу. Хорошо. Ну тогда мне встречный вопрос. А с какой целью необходимо это осознать человеку? То есть кто перед ним и кто он сам? Что из этого? Ну поймет, а дальше что? Чтобы ты мог понимать, как себя вести. Если ты хочешь поиграть, например, там полепить с песочка какие-нибудь красивые фигурки с взрослым человеком, то это одно дело. И он, как говорится, находится на таком уровне. Если же ты хочешь с этим человеком вести какие-то дела более важные, и в итоге вместо очень важных дел у тебя получатся куличики при общении с этим человеком, то я думаю, лучше заранее понимать, способен ли он на куличики или на что-то большее. Вот поэтому и надо это все узнавать, понимать, применять. То есть какие куличики он способен лепить. Ну что ж, хорошо. Получается так. Если мы не понимаем, кто перед нами, то в этом случае мы можем с этим человеком заниматься чем угодно, но не тем, чем надо. В конечном итоге мы и не получим то, что надо. То есть, к примеру, если перед нами находится слон, а мы пытаемся слона научить летать, то в этом случае, сколько бы мы ни старались это сделать, но ничего хорошего из этого не получится. Слон летать не научится. И даже если мы его сбросим с высокой скалы, он все равно не полетит, как бы страшно ему ни было. И это закончится печально для слона. Если же мы видим муху перед собой и хотим из нее сделать слона, то в этом случае тоже ничего хорошего не получится. Сколько ты ее не корми, сколько ты ее не надувай, она и до размеров слона не вырастет, и функции слона не сможет выполнять. Поэтому прежде чем из кого-то что-то делать и на что-то его направлять, необходимо понимать, кто перед тобой. Муха, крокодил, слон, птичка, рыбка и так далее. Вот, наверное, в этом смысле, да, ты имеешь в виду? Да, именно в этом смысле. И если то же самое мы хотим на ребенка возложить какие-то очень важные функции, то в этом случае для него это будет или игра, которая ему может быстро надоесть, и он просто от этой игры откажется, когда она станет ему неинтересна. Дети всегда только на интересе действуют. Или же она будет ему в тягость, то есть здесь не будет ни игры, ни интереса изначально, и это будет насилие. А и так взрослые люди насилие над собой не терпят. А тут еще ребенок. Психика ребенка, она вообще насилие не переносит. Ребенок сразу затыкается, сразу же превращается в ежика какую-то или черепаху какую-то, которая залезает в панцирь, закрывается из всего мира, и кроме проблемы здесь ничего не получаем. Поэтому да, я с тобой согласен, что необходимо понять, кто перед тобой, и самое главное понять, кто ты в этой жизни. И вот тут, наверное, нам надо какие-то критерии определить. Ну давай будем с тобой разбираться. А по каким критериям мы поймем, что это ребенок? Мне вот просто самому интересно стало, вот ты послушал бородатого мужика на меня похожего, который об этом всем рассказывал, а теперь мне хочется обратную связь получить. А что ты, когда слушал того самого бородатого мужика, для себя выяснил? По каким признакам можно определять, кто перед тобой, или глядя в зеркало, понимать, кто на тебя из зеркала смотрит? Там очень такой интересный принцип был, вот есть фраза, сейчас жизнь такая пошла, что никому верить нельзя, бы уж мне поверить. Вот. И там было наподобие. То есть, вот когда ты слушаешь такого вот бородатого, или менее бородатого мужика, но который говорит такие вот слова, которые тебе отзываются, и ты ему начинаешь верить, он для тебя становится своего рода авторитетом, вот. Причем ты начинаешь ему верить не по принципу, вот если у слова вера есть разное понимание, с разным написанием. Первый принцип, это называется, как это, аксиома, да? То есть, вот тебе сказали, и ты без проверок всяких, ну, значит, раз ты этот человек сказал, а он для меня такой авторитет, значит только так, и никак по-другому. Если крокодилы сказали, что они летают, значит крокодилы летают. Все, кто считает, что крокодилы не летают, они мои враги. То есть, это получается ссылка на авторитет, причем этот авторитет для тебя является таким, что ты даже, ну, простые вещи очевидные, ты не проверяешь. То есть, вот этот момент. Дальше, какой еще момент, я помню, тебе надо, чтобы тебя, ну, про ребенка мы упоминали, важно, чтобы, что ты делаешь, это видели друг в детстве, ты делаешь, и говорили, вот какой же ты у нас хороший человек, ты вот все-таки, там, на тебе конфетку, и, как говорится, продолжай делать дальше. То есть, тебе важно, чтобы тебя хвалили, тебе это доставляет радость. то есть, именно вот этот момент, если его нет, то у тебя интерес просто пропадает. Ну, зачем мне этим заниматься, меня же не хвалят. Дальше, если кто-то, вот, примером, я с крокодилами сказал, что тебе сказали, что они летают, ты поверил, и другим навязываешь, что они летают. А тебе другой говорит, а вот смотри, вот у нас в зоопарке крокодил, вот пойдем посмотрим, как он там, хорошо летает, плохо ли летает. И ты начинаешь сразу же говорить, да ты, какой ты мне друг после этого, как ты мог какое мне предложить? То есть, ты мне не веришь, то есть, у тебя начинают идти обиды, у тебя идут, под разным поводом, ты провоцируешь с этим человеком какой-то конфликт, потому что он не встает на твою точку зрения. И дальше, а к чему вообще вот ты вот это все проделываешь, все эти схемы? Там, по-моему, кстати, еще какой-то пункт был, я что-то упускаю. И дальше-то тебе что надо? Тебе надо вот эти все, как авторитет, его послушать, потом начать делать, получить похвалу. И помимо этого, если кто-то тебе говорит, что ты не прав воспринимать это в штыки, с этим человеком конфликтовать, потому что ты вообще-то собираешься в будущем стать таким же великим, превеликим авторитетом для других. Вот. И как бы если вот такими, значит, принципами, такими схемами ты живешь, то, скорее всего, получается, что это не ты живешь, как осознанный человек, а это тобой управляют неосознанно, и особенностей в тебе очень мало. Вот как-то, насколько я помню, вот как-то так это было. Хорошо помнишь, там еще есть пункт один, как все. То есть, стайность или стадность. Всегда, теперь давай, пирамидку выстроим. Всегда принцип очень простой. Есть у ребенка какой-то авторитет. Это может быть папа с мамой, это может быть дедушка, бабушка, это может быть сосед или соседка-герой или героиня, на которых они смотрят, не закрывая рот, не моргая, и каждое слово для них, это очень важно. Авторитетом может быть какое-либо учение, какая-нибудь книга, какой-нибудь пастырь из этого учения, представитель этого учения. Понятно. Это авторитет. И вот если авторитет сказал, что крокодилы летают, как ты уж произнес эту фразу, ну вот, значит, все летают, и ему не требуется других доказательств. Он никогда не будет проверять авторитета. Первый признак, что вы ребенок, или то, что перед вами ребенок, это безоговорочное принятие, приятие всего, что вам сказал авторитет, что написано в этой книге. Хорошо, хоть если некоторые книгу читают, некоторые даже книгу не читают. Авторитет сказал, вот есть такая книга, в ней написано, вот это все. Дети книг не читают. Им это не нужно. В данном случае, я имею в виду. Не то, что они вообще книг не читают. Нет. Им достаточно того, что про эту книгу сказал авторитет. то есть он-то сам может быть ее когда-то и читал. Может быть. Некоторые авторитеты и книг читали, потому что у них в детстве были свои авторитеты. А может быть и не в детстве. Которые про эту книгу им рассказали, и теперь они их слова, приняв, свои слова на их основе, создав, или повторяя их слова полностью, передают вам. Может быть, они даже эту книгу и не видели никогда. Может быть, они даже никогда и не видели то животное или тот предмет, о котором идет речь. Как в анекдоте. Ты, говорит, в Москве был? Был. Вот в зоопарке был? Был. Слона видел? Видел. Какой он? Ну, как тебе сказать, какой? Вот апельсин знаешь? Знаю. Вот совсем не похож. Вот из этой же серии. И ребенок всегда, воспринимая слова авторитета, не удосуживается их проверить. Далее. Следующий уровень. Это делать, как все. Вот у авторитета есть ученики, последователи, дети. И если я выполняю, как они все, то это хорошо, то это замечательно. И всегда, когда по первому пункту ты задаешь вопрос, зачем ты это сделал, то по первому пункту всегда этот ответ, а потому что вот там так написано, а потому что вот так так сказал кто-то. По второму пункту отвечает так. Ну, так делают все. Ну, почему ты так вот плюешь на землю? Ну, так же все плюют. Почему ты бумажки бросаешь на землю? Ну, все же бросают. Почему ты за собой не убрал? Ну, все же не убирают. Почему ты воруешь? Ну, все же воруют. То есть ссылка на всех. Ссылка идет на всех. Так делают все. Так у нас принято. Так нам сказали. Так нам показали. Так делают все. И я так делаю. Ну а у тебя-то рассудок есть Ну зачем же ты гадишь здесь-то Ну зачем ты соседу Собачьим дерьмом дверь вымазал Ну потому что мне тоже кто-то вымазал Потому что у нас деревня так принято Соседям мазать заборы, двери Что угодно Собачьим дерьмом Он не думает, что это увеличивает страдания Для него же самого Ухудшает мир Нет, просто так делают Потому что кто-то из его родственников Или из его окружения Делал то же самое То есть так сделал там И так делают все Вот эти два пункта Третий пункт О котором ты сказал Это когда ребенок Не просто повторяет что-то Не просто он не задумывается Не просто делает как все А он еще хочет похвалы Вот если окружение Его хвалит Как ты хорошо ему намазал Дверь-то смотри Мы просто пальчиком А ты прям так всей пятерней Размазал Да Это классно Это круто Вот в детских таких Маленьких шаечках Бандах Ну мини-бандах Вот это как раз проявлено Я из рогатки ему Там в попку А ты ему в лоб попал О классно У тебя еще круче А вот ты попал А он так еще Кувырнулся Понимаете да То есть похвала В окружении А если уж Овторите сказал Ну ты метко Стреляешь Вообще Понимаете Для него это вообще Высшая похвала Он вознесся Он уже на небесах Он бороду За бороду Бога поймал И кое-кого Еще кое за что То есть Он теперь себе Все Значок Вешает на грудь И всем кричит Я метко стреляю Без промахов бьют Мне брат доверяет Рогатку свою Это вот как раз По третьему пункту Четвертый пункт Это когда Он встречает Вдруг в жизни А такой часто встречается Людей Которые Слышали Другого авторитета С другим Мнением На жизнь Читали Иную Книгу С иным Мнением На жизнь А уж Не дай бог Если они Вообще Никакого авторитета Не слушали Если у них своя Точка зрения Которую Они через свой Опыт узнали Или прочти Такие книги Которых вообще Никто в руках Не держал Или может быть Им там По родовому каналу По родовому потоку По родовой памяти Что-то пришло Они сразу А откуда ты это знаешь А покажи мне Примеры А где это написано Ну-ка грамоту От бога Мне дай Что он там написал Что ты правильно Все говоришь Ты говоришь Да я как-то И не ссылаюсь На это на все А не ссылаюсь Значит ты неправду Говоришь Значит это нет Потому что Вот в той книге Этого не написано А в той книге Написано Что этого нет А вот тут Вченый сказал Что этого не может быть Потому что Не может быть Никогда И начинается Истерика Вот четвертый пункт Это истерика Когда ребенок Истерит Потому что Его Авторитет Не похвалил Потому что Он сделал Что-то такое За что Что не делают Другие Или сделал Что-то такое Что другие Не поощрили Или уж Дай Боже Поругали То есть Ты почему Какашками Не вымазал дверь Ну я же Я не хотел Нет ты должен Вымазать Потому что Тот сказал И тут истерика Все Я не буду Мазать Ах не будешь Мы тебя Сами Намажем И вот Начинается Конфликт Или он Встречает Другого Например Вот те Собачьими Мажут А вот Те Конским Навозом Мажут И вот Он говорит Неправильно Мажете Надо Не Конским Ну и так Далее Вот Эта Вся Возня Она Все Больше Раскручивается Я утрирую Специально Чтобы показать Всю глупость Всю глупость Ситуации Просто Полная Безнадега Того Что люди Делают И естественно Там должен быть Пятый пункт Завершающий А это то О чем ты сказал Каждый ребенок Хочет Стать Авторитетом Для других То есть Он этой глупости Все набрался И теперь Надо ей Поделиться Она же его Распирает Эта глупость Он же Значимость Свою получил Авторитет Его похвалил Он делает Как все Все вокруг Его хвалят Он не истерит Но истерика В нем Накапливается И вот эта истерика Проявляется В чем То что должен Выйти на трибуну И начать Всем Произносить Всех учить Всех направлять Исходя из того Что он В себя Когда-то Взял Вот такая Получается Замкнутая Система Когда он Вот так Передвигался Передвигался И хочет занять Место авторитета Самого авторитета Естественно Он может не подвинуть Он его ученик Но он может Создать Отпочковаться Создать Своё ответвление В этой секте В этом направлении Вот И Так вот Сам теперь Стать уже Гуру Учителем И дальше Развивать Эту глупость И передавать Эту глупость Уже своим ученикам Вот такая беда Поэтому Если вы хотите Быть здравомыслящим Взрослым человеком То в этом случае Вы должны Оценить И понять Свой уровень А вы Находитесь Вообще Где Вы вообще Находитесь В чём Способны ли вы Общаться с другими Людями У которых Одно и мнение Вот если Не способны Извините Вы на детском уровне И вы со всеми Будете мериться Размерами Айфонов Вам постоянно Нужно будет Доказывать Свою правоту Вы жизнь свою Будете тратить Не на созидание Не на творчество Не на познание Мудрости Вы жизнь свою Будете тратить На борьбу Постоянную борьбу Со всеми Вас будут Постоянно Огружать Какие-то дебилы Идиоты Придурки Как угодно Это называйте Неважно Вы постоянно С ними будете Бороться Постоянно будете Доказывать Свою правоту Потому что Вы же хотите Занять Уровень Авторитета А там Нужно Чтобы всех Врагов К ногтю Всех сбросить Уничтожить Вы постоянно Будете находиться В истерике Потому что Борьба бывает Праведная Бывает истерия Вот Вот эти вот Товарищи Все время находятся В истерике Вот такие Дети Вы постоянно Будете смотреть Как похвалили Меня не похвалили Как Я правильно Все сделал Не правильно Сделал И В том случае Если вас не хвалят Вы это дело Будете бросать Какое бы оно Важное Не было Вот взялся человек Он почувствовал Что это дело Важное Но он находится На уровне Маленького Ребенка И он это делает Все хорошо Замечательно Но он это делает Не из-за того Что оно важно Для его рода Он это делает Не потому Что оно важно Для его развития А он Начал делать Только потому Что он Надеялся Что его похвалят Вот такая проблема И он бросит Обязательно Это дело И какое бы ни было Важное Оно загнется Ну дальше Если он Чувствует Что начинает Делать что-то Не так Как в притче Один мудрец Пришел в деревню И сказал Что наступит Скоро время Когда вода Вся будет заменена И если вы Выпьете новой воды Вы потеряете Разум Вы станете Неразумными И будете Жить как идиоты Все кинулись Запасаться водой Кто-то себе Кружку забрал Кто-то ведро А один Большую-большую Емкость Выкопал И туда Много воды Набрал Набрал Вот этой воды Столько Что Живи Хоть сто Жизней Хватит И он стал Замечать Что на самом деле Наступило время Когда Те кто Выпили Новой воды Они стали Терять рассудок Они стали Безумными И он Страшился Этого Ну как же так Что же происходит Было же Предупреждение Вот у меня Есть вода Давайте пить Нет Люди пили Свою воду Когда она Заканчивалась Они хлебали Новой воды И таких людей Безумца Становилось Все больше И больше И больше В конечном итоге Он остался Один Рассудительный Ведущий Этот мир Но при этом Все на него Тыкали пальцем И говорили Ты не такой Как мы Ты идиот Ты говоришь Такие вещи Которые мы Не можем понять И говорили Потому что Потеряли разум Потому что Память ушла Они уже не помнили Ничего старого В конечном итоге Не так его достали Что он пошел И выпил Новую воды И стал такой же Как они Но с одним Только маленьким Отличием Они его Пугались Они говорили Ты был безумен Но вылечился Но мы не знаем Насколько Твое безумие Окончательно прошло Может быть оно Заново повторится И они ему Больше не доверяли Вот из этой же притчи То есть Все Дети Еще обращают Внимание На то А что делают Другие И если вдруг Другие Начинают делать Что-то иное То даже Здравомыслящий Ребенок Если он Ребенок Все равно Переключится На то Чтобы повторять Что делают Другие И таких Экспериментов И с детьми И взрослыми Живущими В системе Цивилизации Проведено Было огромное Количество Огромное Количество Когда И дети И студенты И взрослые Дяди И тети Вот эти Фильмы Даже есть Начинали Говорить Полную ерунду Только потому Что другие Эту ерунду Говорили Они видели Что что-то Не совпадает Но они Боялись Сказать Что вы Не правы Но вы Не правы Но это же Пирамидка Это не куб Но это же Овал Это не круг Это же Вот Горькое А не сладкое И все равно Они говорили Ну да Сладкое Ну да Конечно Это круг Ну да Конечно Это И так далее Вот такая беда И получается Что Если Люди Не способны Осознавать Вот этого всего То ничего серьезного В жизни У них Не получится Вот такая Проблемка Теперь Ты Пожалуйста Что-то От себя Скажи А то я говорю Говорю Тут Тоже Момент Такой Что Вот это Мы обсуждаем Не для того Чтобы Кого-то Ну как Показать Что он Хуже На данный момент Это Именно Предназначено Для того Чтобы Ты мог Сам Внутри Вот это Себя Свою Осознанность Повышая Видеть Эти Моменты Вокруг И Взаимодействовать С этими Моментами Так Чтобы Осознанность Не только В тебе Увеличивалась Но и в других Пусть они Пока еще Дети Но мы же Знаем Пример Что мы И сами Будем Детями И Если у нас Есть дети То мы Тоже Это Наблюдаем Что Правильное Воспитание Способно Из ребенка Неважно Это касается Тебя Лично Или это касается Твоего ребенка Или касается Твоего окружения Сделать Взрослого Человека И только Взрослый Осознанный Человек Он уже Способен Проводить Те дела Которые Будут Мир Улучшать В лучшую сторону Не по принципу Что я вот Сегодня хочу А завтра Не хочу А вот Именно Осознанно Долговременно И с пользой Для всего Мироздания И в себя В частности Поэтому Вот Я считаю Вот это Вот посыл Что Начинай с себя Познавай Себя Познавай Окружающий мир И Взаимодействуй С ним На принципах Лада Гармонии Вот как-то так Ну что ж Если ты считаешь Что тема раскрыта Тогда надо Сегодня уже Нам Нашу встречу Заканчивать Да Благодарю Богам Нашим Световым Предкам Нашим Славным И тебе Алексей За эту Интересную Беседу Прощаясь С вами Друзья мои Я благодарю Михаила За Поднятую Тему А всем И себе В частности Желаю Здравомыслия И Роста Роста Не только Физического Тела Но и того Масла Которое Должно быть В голове Желаю Всем добра До новых встреч Друзья мои Увидимся И услышимся Быть добру И лети Ты на крылатом Коне Русс Далекие Тысячелетия Русс 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 Русс